Я не знаю, мы планировали сегодняшнее совещание с правительством, посвятив его ряду экономических проблем страны. Однако последнее событие в мире, а главное их спекулятивная интерпретация в средствах массовой информации, в интернет-пространстве, особенно от наших беглых мерзавцев с домыслами наглым враньем, предопределили новый формат встречи и более широкий состав участников с приглашением членов Совета Безопасности и наших специалистов, которые ведут информационное противоборство, не скрою войну. Я вижу, что есть необходимость четко разложить события в Украине с учетом их предпосылок на основании достоверных фактов. Может, даже тех фактов, о которых обычно не говорят. Но ситуация вынуждает меня это сделать. Для начала вернемся к истокам этого серьезного европейского конфликта. Дай Бог, чтобы не перерос планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошел в острую вооруженную фазу. Но что этому предшествовало? На международном уровне абсолютное игнорирование Западом системы безопасности, нивелирование системы сдержки противовесов с трудом, достигнутых после распада Советского Союза. Полное игнорирование Запада. Деградация и обесценивание международных договоров, соглашений привели к эскалации военно-политической ситуации в нашем регионе. Не прекращается усиленная милитаризация, в особенности Польши, Украины и Литвы. Финансирование национальных вооруженных сил давно перешагнуло требуемую НАТО норму в 2% от ВВП. Уже больше. При этом сами Соединенные Штаты увеличили военный бюджет в 2022 году почти на 4%. Представьте себе, почти 770 миллиардов долларов. Это только то, что подается счету. Украина до 6% валового внутреннего продукта. На уровне внутриполитическом стремительная украинизация страны радикальными элементами с использованием инструментария пропаганды нацистских идей на фоне уничтожения русской культуры, языка, исторической памяти, в том числе на территориях проживания этнических русских. Это в Украине. Трагический результат всего этого мы видим сегодня в Украине. Хотелось ли это видеть большинство украинского населения? Конечно же нет. Но Майдан сделал свое дело. При поддержке внешних сил был осуществлен государственный переворот. Пролилась кровь. В Донбассе началась война. Вздрогнула вся Европа. Вспомните, чтобы остановить бойню в Украине в 2014-м, мы с самого начала с головой окунулись в миротворческие процессы. Выступили за мирное урегулирование и скорейшее прекращение человеческих жертв и страданий. Предложили Минск для работы трехсторонней контактной группы по просьбе России и Украины. Именно минские договоренности остановили кровопролитие. Уже в октябре я предложил использовать белорусских военнослужащих, прежде всего наших пограничников, тогда, в качестве миротворческого контингента, для того, чтобы развести конфликтующие стороны в Донбассе. Однако на тот момент заинтересованности в данном предложении на первом этапе не последовало. Мы вернулись к этой теме осенью 2017-го в Совете Безопасности ООН. И снова в ответ тишина. Это факты, известные вам. Можете полистать недавнюю историю и убедиться в этом. Между тем, для всех было очевидно, предпосылки конфликта никуда не делись. Более того, Запад усилил подходы к милитаризации региона. Втянул в эту историю украинскую сторону несбыточными обещаниями принятия страны в Евросоюз и НАТО. Цель одна – спровоцировать нас, прежде всего Россию. И многие европейские политики не стесняются говорить об этом с трибуны уже сегодня. Тем временем в Донбассе продолжали погибать мирные граждане. И заметьте, эту войну на Западе как бы никто и не видел. Не было в западной прессе фото детей, сидящих в подвале во время обстрелов, и многочисленных жертв украинской агрессии против мирного населения. Разве тех смертей было мало, чтобы сесть всем в Европе и определиться с мерами доверия и безопасности в регионе с учетом новых реалий? Мы били в НАБАД с различных международных площад. Выдвинули целый ряд крупных инициатив, направленных на перезапуск международного диалога по вопросам европейской безопасности. Помните, Хельсинки-2. Поддерживали все мирные инициативы и являясь их участниками. Тогда у нас в руководстве тех людей, которые этими вопросами занимались, в МИДе было два мнения. Нам выступать с этими инициативами, или понимая свое место в мире, зная, что нас даже если услышат, услышат отмахнуться. Это же не Америка предлагает инициативы, а какая-то там Беларусь. И тогда я принял решение. Пускай не услышат. Услышат пусть не делают, но мы должны об этом говорить. Мы тогда оставались приверженцами соответствующих международным обязательствам, даже в условиях, когда ведущие страны из них выходили. В августе 2019 года заявили о продолжении выполнения положений договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Не вышли, как Соединенные Штаты Америки, из договора об открытом небе. Остались участниками договора об обычных вооруженных силах в Европе. Мы эти договоры соблюдаем. Хотя известные страны об них вытерли ноги. Российское руководство также обращалось в США, НАТО с предложениями о запуске открытого диалога по вопросам безопасности. Его предложения прямо или косвенно проигнорированы. Президент России Путин неоднократно открыто призывал уважать российские интересы в сфере безопасности. Эти призывы остались неуслышанными. Украину тем временем накачивали оружием и поощряли к реваншу в Донбассе. Расцвели экстремистские организации нацистского толка. В 2020-м началась раскачка Беларуси. Попытку госпереворота у нас сделали по украинскому сценарию с активным подключением украинских националистов и центров кибервойны, расположенных в Украине. В Волынской области рядом с нашими границами сведомо украинских компетентных властей создавались базы и тренировочные лагеря в целях подготовки добровольцев для участия в белорусских событиях. Это, кстати, в суде публично подтвердил находящийся под стражей командир батальона Донбасс Семенченко. Имеется также неоспоримое доказательство причастности спецслужб Украины к деятельности банды Автуховича по приобретению боеприпасов в Украине и перемещению в Беларусь. Не единственный факт. Мы об этом рассказывали нашим людям. Вдумайтесь. На территории Украины действует более 15 политэмигрантских центров и структур, которые занимаются вербовкой и поддержкой беглых из Беларуси. Только в 2020-2021 годах нашими пограничниками и службами Украины выявлены четыре схрона с оружием и боеприпасами на белорусско-украинском пограничье. Заметьте, не только нашими пограничниками, но и украинскими. Ручные противотанковые гранаты, взрывные устройства, взрывчатка в огромном количестве, патроны. В целом на нашей территории за последние три года пресечена деятельность 12 агентов и кадровых сотрудников украинских спецслужб. Поименно можем назвать, мы об этом говорили. Если есть желание, можем повторить. Мы тогда предполагали, но теперь уже очевидно, перед тем, как разобраться с Россией, необходимо было разрушить так называемый белорусский балкон. Запомните, это коренное. Прежде чем воевать с Россией, если бы не было этого конфликта, тренировались бы на нас. Когда в августе 2020 года близкрик в Беларуси провалился, нас начали душить экономически. И та Украина, которую любит каждый белорус, оказалась чуть ли не в фарватере антибелорусской риторики. Было объявлено о кардинальном изменении ситуации в белорусско-украинских отношениях с прекращением межгосударственного диалога на высшем высоком уровне, прекращено вещание белорусских информационных каналов, телевизионных. Официальный Киев поддержал, а где-то побежал впереди Запада в антибелорусской риторике и присоединился к санкциям Евросоюза в отношении Беларуси. Вы это помните, совсем недавно было. Небо Украины закрылось для нашей авиации. Парламент Украины стал основной площадкой для тенденциозной риторики антибелорусских заявлений, лоббирования решений, направленных на поддержку радикальной белорусской оппозиции, финансовую ресурсную поддержку беглых. Все это делалось по указке определенных сил. Вы их хорошо знаете. И я убежден, если бы не было подталкивания этих сил в парламенте, в Раде Украины со стороны западных спонсоров, желающих разрушить Беларусь и Россию, такого бы ажиотажа в парламенте не было. В экономике введены запрет на импорт белорусской электроэнергии, ограничительные меры на поставку отдельных наших товаров, точные санкции для некоторых отечественных субъектов хозяйствования, работающих в сфере нефтепереработки, поставки калийных удобрений. Вдумайтесь только. Высокие цены, высочайшие заоблачные цены на электроэнергию. Попросили нас, помогите, дайте. Мы это сделали. Через неделю отказались. Через два дня опять на коленях стали просить. Это совсем, вот буквально несколько месяцев назад. Мы опять возобновили поставки. Сейчас снова отказались. Так? Дальше больше. Испытывая трудности санкционного бешеного режима со стороны Запада, по указке этого же Запада, они прекращают транзит по железной дороге наших калийных удобрений от белорусской калийной компании и принимают другие меры. В ответ, параллельно с ними шли Польша и Литва, в ответ мы приняли известное решение по Литве. Но что самое удивительное, 40% примерно дизельного топлива, бензина высочайшего качества, они сами об этом говорили, они всегда ждали наше дизельное топливо и бензин, мы поставляли в Украину. И тут они принимают решение якобы навредить нам. Ну разве нам? Усилились провокации на государственной границе тем временем. Только с ноября по январь украинскими воздушными средствами трижды нарушено воздушное пространство нашей страны. Я говорю только про Украину, я не беру Запада. А что происходило у наших западных соседей? Кратно увеличились мероприятия оперативной боевой подготовки с отработкой задач отнюдь не оборонительного характера, как нам пытались внушить, а именно наступательных действий. Воздушная разведка вдоль наших границ велась с интенсивностью 15-20 полетов в неделю, летали вдоль наших границ, явно в целях вскрытия системы противовоздушной обороны и оценки наших возможностей. Мы также видели, как активно проводилась подготовка военной инфраструктуры, аэродромов, портов, баз хранения транспортных коммуникаций к приему крупных группировок войск. Европейский Союз принят значительные меры по упрощению передвижения иностранных войск по своим территориям путем принятия так называемого военного шенгена. Беспрепятственно с Великобритании, Германии, Чехии и других стран в Восточную Европу шли эшелоны с оружием, боепропасами, техникой и живой силой. Под видом решения проблемы миграционного кризиса в сопредельных странах была создана группировка войск якобы для прикрытия границ от незаконного пересечения мигрантами. Численность ее, по нашим только данным, превысила 30 тысяч человек. Украина подтянула к нашей границе более 6 тысяч человек на первоначальном этапе. Вооруженные силы Украины затеяли операцию «Полесье» в целях подготовки своих войск для действий на белорусском направлении. Стали вооружать националистические формирования для действий также на данном направлении. Затем вдоль своих северных, восточных и южных границ, от Львова до Одессы, они развернули учение «Метель-2022» с привлечением еще около 30 тысяч человек. Появилась предвзятость в отношении наших граждан, передвигавшихся в Украину. И все это на фоне информационной истерии, надуманных обвинений в подготовке агрессии со стороны Беларуси. В совокупности все эти факты явно указывали на возможную подготовку Запада к агрессии против Беларуси и России. В сложившейся ситуации главы государств Беларуси и России приняли решение о проверке сил реагирования союзного государства. Что здесь нового? Мы видим напряжение, мы решили проверить с Путиным наши силы. С завершающим этапом проверки было спланировано проведение совместного оперативного учения «Союзная решимость-2022». Проверка была призвана подтвердить прочность отношений двух стран, решительность в отстаивании своих национальных интересов. Кстати, по завершении учения российские войска подготовились к убытию места постоянной дислокации и некоторые, телевидение это показывало, начали убывать. Однако Западу был нужен именно военный конфликт, причем с обвинением России в его разжигании. Их реакцией стали не только информационные вбросы и экономические меры, но и приведение в готовность к переброске в Европу. Восьмитысячной группировке, из которой около двух тысяч, прибыли уже 20 февраля к нашей границе. Но это вы помните, Байден посылал силы быстрого реагирования самых подготовленных военнослужащих из разных театров военных действий к нам. Спрашивается, что им здесь надо. Накачка Украины оружием просто зашкаливала. Ежедневно прибывали американские самолеты с грузом, противотанками, зенитными ракетами, а также другого оружия и боеприпасов. Однако, одновременно, вооруженные силы Украины значительно увеличили количество ударов по гражданским объектам в Донбассе. Ракетами, артиллеры и крупного калибра, убивая ни в чем не повинных людей. Вы помните, совсем недавно хлынули тысячи беженцев на территории России. В сложившейся обстановке я попросил президента России оставить только часть сил для прикрытия именно гомельского направления. Потому что середина с Украиной нашей границы это непроходимо чаще и болота, реки. Брестское направление у нас есть чем прикрыть. Там хорошая бригада. Дислоцирована и не только. Но гомельское направление и другие, в связи с тем, что мы никогда не собирались воевать с Украиной и никогда не думали, что с Украиной будут нам угрожать, мы никогда там не дислоцировали вооруженные силы. Поэтому нужно было прикрыть прежде всего гомельское направление. Сейчас на юге, так как и планировалось, я пообещал президенту России, заберешь эти войска, когда мы по своему плану, вы помните, мы еще за несколько месяцев до конфликта России с Украиной, поставили вопрос о создании южного оперативного направления. Мы проводили публичное совещание под моим руководством, мы определились, какие вооруженные силы, войска и техника должны там находиться. Это было заранее спланировано. Сделать мы это не успели и вообще мы планировали аж на два года это все растянуть, понимая, что нам нечего делить с Украиной, но увы, коль такая политика, надо защищаться. Мы усиливали пограничные войска, мы создали там маневренные группы и генерал Лопо была поставлена задача, как только можно, насколько это возможно, прикрыть государственную границу с Украиной. Должен сказать, что вы с этим успешно справлялись. Но ситуация потребовала усиления армейским контингентом южного направления. Еще раз подчеркиваю, поэтому я попросил Путина задержать, особенно на Мозорском-Гомельском направлении, некоторое подразделение. Абсолютно честно и откровенно заявляю, что в Лунинце мы оставили несколько штурмовиков. Мы оставили несколько вертолетов, пару самолетов в Гомеле и несколько самолетов в Барановичах. Также остались подразделения российских вооруженных сил на то время, на конец февраля, которые были дислоцированы на Чернобыльском, скажем так, направлении. Направление Мозор-Гомель с выходом на Чернобыль. Вот такие вооруженные силы остались на нашей территории. Около десяти всего лишь тысяч в Украине уже было на нашей границе к тому времени в два раза больше. И не только это. К нашей границе, что никогда не было характерно для Украины, были подтянуты тяжелое вооружение, ракетное вооружение, в том числе точка У. Словом, из-за усиления военной активности вооруженных сил Украины и возобновления боевых действий по линии соприкосновения сторон, главы ДНР и ЛНР запросили военную помощь у Российской Федерации. Как вы знаете, она была оказана. И России не оставили выбора. Мы в это время, я прежде всего понимал и понимали мы, что с нами может быть. Но мы не втягивались в конфликт. Мы никого не провоцировали. Еще раз повторяю, для меня было важно прикрыть южную государственную границу. Это почти полторы тысячи километров. Граница очень непростая. Это не граница на Западе. Вы знаете, президентом Путином принято решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Естественно, предполагалось применение группировки войск, оставшиеся на территории Беларуси. И он меня информировал об этом в 5 часов утра 24 февраля. Перед принятием такого решения наша разведка обнаружила на территории Украины, и не только наша, но и россияне, в непосредственной близости от белорусских границ, несколько зенитных и ракетных дивизионов. Это было вечером 23 февраля, до 11 вечера. Разведка обнаружила несколько зенитных и ракетных дивизионов, изготовившихся для нанесения удара по российским войскам в районах сосредоточения на нашей территории, то есть по тем войскам, которые я попросил Путина оставить в Беларуси. Американцы им сливали разведданные, спутники вертелись над нашей территорией. Сейчас очень трудно что-то спрятать, да и никто не прятал. Сейчас разведданная информация передавалась украинским вооруженным силам. В противном случае зачем было подтягивать тяжелое вооружение к нашей границе. Одновременно с объявлением решения на проведение операции России был нанесен упреждающий удар по этим тяжелым вооружениям, по этим позициям, чтобы предотвратить свои потери и воздействия на Беларусь. Если бы это не сделали, эти ракеты прилетели бы в Гомель и Мозырь. Сегодня операция проводится на пяти направлениях. С Крыма, Донецка, Луганска направления Киева, Чернигова и Харкова. При этом белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно, но сегодня уже не надо. Сегодня американцы, вчера точнее, признали. Мы не видим, чтобы вооруженные силы Беларуси принимали участие в этой операции. Более того, мы не видим, чтобы белорусская армия готовилась к участию в этой операции. Это в ответ на заявление наших беглых мерзавцев, которые развернули кампанию по всей Беларуси, что завтра вот эти, эти, эти части будут введены на территорию Украины. Никаких мною решений не принималось. И без моего решения эти части не могут быть выведены даже из казармы. Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос о нашем участии в вооруженном конфликте. Вопрос, зачем? У них что, нет этих вооружений, которые есть у нас? У них что, не хватает людских ресурсов? Предостаточно. Умения воевать? Предостаточно. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации. Не собираемся. Нет такой необходимости. Мы прикрываем своими силами государственную границу для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия. А сегодня уже вчера я руководителю генерального штаба генералу Гулевичу поставил задачу. Упаси тебя, Господь, к нам проникнет сюда хоть одна диверсионная группа со стороны Украины. Они очень сильно сейчас развернули диверсионные группы. И мы имеем информацию о том, что они нацелены для проникновения диверсионных групп на нашу территорию. Предупрежден Гулевич, министр обороны и генерал Лапо. Он на передовой. Предприняты генералами нашими превентивные действия. И вместо пяти батальонные тактические группы, да? Вместо пяти мы разворачиваем десять. Завтра, послезавтра, по одному, по два мы будем до десяти наращивать усилия на южной границе. Это высоко подготовленные, маневренные группы, которые готовы присесть любую провокацию и любые военные действия против Беларуси. Привели в готовность средства противовоздушной обороны, чтобы не допустить ударов в спину российским войскам. Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами. Уже западной границы. По-другому мы не можем. Мы постоянно ждем провокации от наших западных партнеров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере. Нынешняя ситуация, как это ни прискорбно, стала прямым следствием безрассудной политики Запада, направленной на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других. Кстати, еще до начала боевых действий мы предлагали нашим украинским коллегам установить промой контакт с российской стороной. Мы были готовы оказать в этом необходимое содействие. Однако наше предложение было проигнорировано. Еще раз напомню, когда я попросил Путина оставить после учений на юге некоторые части российской армии, он сначала, ну мы же, говорит, заявили, что мы выводим и прочее. Я говорю, мы можем заявлять что угодно, но разведданные свидетельствуют о концентрации войск на юге. Перепроверили. И он добавил, да, ты прав, мы должны оставить часть вооруженных сил России, чтобы они вместе с твоими там взаимодействовали. И добавил, это будет дополнительным сигналом для украинских властей, что шутить мы не намерены. Может они одумаются, цитата, от президента России. Не одумались. Мы и сегодня делаем все, что в наших силах, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения в их позициях и остановить кровопролитие. И мы, белорусы, как никто другой, готовы разговаривать когда угодно, с кем угодно. Создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели – мира в регионе. Я рад, как и вы, наверное, что в ходе телефонных разговоров с Зеленским и Путиным удалось. Здесь это было непросто, по разным причинам, организовать эти переговоры на территории Беларуси. На родной и для Украины, и для России белорусской земле. Лично гарантировав их безопасность и обеспечение всем необходимым. Ждем результатов. Ну, а если рассказать, как организовывали эти переговоры, то это целый триллер. Должен сказать, что огромную роль в установлении контактов с Зеленским, а, к моему удивлению, нам пришлось для начала связываться по мобильной связи, сыграл известный всем нам Евгений Шевченко. Я его вчера вынужден был назвать политическим террористом. Он целую ночь торпедировал всех моих помощников, службу безопасности. Ну, а когда ему сказали уже, ну, сколько можно, ну, хватит. Хватит, президент с тобой пять раз разговаривал. Он вышел на моего меньшего сына по телефону. Оказывается, когда-то они на Припяти мы были, запускали калийный комбинат, отобменялись телефонами. Он и его нашел ночью. Но я должен сказать, если бы не его инициатива, как он сказал, от имени украинских депутатов, было бы сложнее. Вот именно его звонок не по линии МИД, не по линии военных, а именно вот эта линия сработала. И мы около 40 или 45 минут с Володей Зеленским обсуждали ситуацию. Тяжелый был разговор, он нас считал агрессором, но в конце концов мы договорились. Я ему сказал, в Гомеле российская делегация тебя ждет, приезжай, война идет у тебя, прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя. К сожалению, ехали более суток. Мы гарантировали полную безопасность. Я вышел на президента России, договорился с министром обороны Российской Федерации. Наши военные были подключены, обеспечили коридор с Киева на Гомель, и там я должен был их забрать вертолетами. Ничего подобного. Поехали через Америку, через Германию в Беларусь, через Львов в Польшу. Звонок. Александр Горьевич, не поедут. Если вы не пропустите натовские вертолеты в Брест, на котором они летят. Ну что ж, пришлось разрешить полякам пересечь государственную границу и привезти их в аэропорт Брест, оттуда забрать уже нашими вертолетами и доставить на базу отдыха, как говорят, белорусского президента резиденции. Там действительно находится деревянный дом, где я обычно останавливаюсь. В доме рыбака, я таки не знал даже, что этот дом рыбака называется, слишком он комфортабельным оказался. Там прошли эти переговоры. Состоявшаяся встреча, по предварительным оценкам, дипломаты говорят, внушает осторожный оптимизм. Стороны договорились продолжить диалог на белорусско-польской границе. Оценивая эти переговоры, с моей стороны, я хочу сказать, человек уже опытный, переговорщики просто молодцы. Они просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Никто, ни Зеленский, ни Путин, тем более я, вовлеченный в этот процесс, никогда не ожидали, что они определяют темы для переговоров, вопросы, и найдут точки соприкосновения. Что это значит на обычном языке? Значит, есть варианты договориться, но их надо согласовать с руководством Украины и России. Чем сегодня и занимаются эти переговорщики. Но они блестяще за пять часов сделали свою работу на первом этапе. Зеленский накануне указывал, что я не верю в результаты переговоров. Никто в них не верил. И не те люди, и вчерашний министр культуры, а он оказался профессиональнее любого дипломата и военного. Мединский должен отметить высочайший профессионализм россиян и украинцев на этих переговорах. Вот это вселяет определенную уверенность в том, что эти переговоры могут закончиться прекращением войны. Но, поверьте мне, все зависит от украинской стороны. Если они не будут слушать то, что им подкидывают Запада и американцы, война прекратится. Но вы посмотрите, переговоры только начались. Какие последовали заявления? Безвизовый въезд мировых бандитов на территорию Украины. ЧВК там и прочее, с Афганистана, со всего мира. Открыли ворота, заходите. Следующее заявление. Даже Германия, которая боялась говорить о войне, ответственность на ней середины прошлого века, заявила о поставках летального оружия и многие страны в Украину. Бандиты приехали, оружие самое современное в Украину завезли и завозят. Более того, идут переговоры, следует заявление, что Европейский Союз начинает поставки в Украину боевых самолетов. Во время переговоров это допустимо? Нет. Если такие заявления следуют от кого-то, они для чего делаются? Для того, чтобы сорвать переговоры. Для того, чтобы понизить переговоры. И они еще обижаются на Путина, что он сделал заявление о проведении сил сдерживания российской армии. Ну, скажем так, в чувства. Даже не в какую-то повышенную боевую готовность упаси Господь. Просто им заявил, ребята, если вы будете гвалтом кричать, и будете себя так вести в отношении России, и не будете способствовать урегулированию конфликта, о эскалации конфликта. Ну, мы и дальше, как бы нам не было трудно, вопреки всем санкциям и угрозам, будем следовать миролюбивой линии. Ну, и чтобы закончить уже информирование, поскольку здесь наши политологи, пропагандисты, я вам просто хочу рассказать, как все это было. Юг нашей границы. Вот смотрите, Гомельское и Мозырское направления. Здесь оставались части вооруженных сил Российской Федерации. Здесь, я их попросил здесь остаться. Вот здесь, на юго-восток. Здесь мы батальонными тактическими группами вот эту часть границы на юго-западе прикрыли пятью. Так, Рейнер? Ну, по крайней мере, я такую команду отдавал. И ты мне доложил, что мы прикрыли пятью. У нас здесь бригада. Десантно-штурмовая, по-моему, и как она? Здесь двух бригад. Здесь областной и судебной. Брестской и Пинской, да? Да, точно. Да. Мы эти части сформировали, укомплектовали сильнейшим образом. Не буду называть численность, технику уже, извините, детали. Мы здесь закрылись. А здесь у нас было открыто. Поэтому остались вооруженные силы. Что они сделали? Вот. Одна позиция. Вот вторая позиция, вы видите на карте внизу. И третья позиция у наших границ. Это тяжелая артиллерия ракетная, которая была размещена украинцами перед началом конфликта, там за неделю, 10 дней мы не следили за этим. Она была здесь размещена. И молодцы наши разведчики обнаружили их. И россияне проверили, подтвердили. Они были в походном состоянии. Вот здесь они отмечены в боевом положении. Через день они подняли ракеты. Привели в боевое состояние. Скажу откровенно. Мы отсюда получали от украинцев информацию, что готовится удар по белорусской территории. Спасибо этим ребятам. Они нас предупредили. И буквально за 6 часов до пуска ракет мы это обнаружили. И россияне у нас из Канберна ходили здесь до позиции, да? В районе Мозера. Нанесли удар по этим ракетам. По этим позициям. И после мы их уже больше не видели. Во время наступления россиян, вступления в Украину, мы уже эти позиции не видели. Вот поэтому я говорю, что да, были пуски в территории Белоруссии. И рассказал честно, по каким точкам мы наносили удар. Присаживался. Это было 23-го в 11 вечера. Точно в 11 вечера. Военные мне докладывали, я посмотрел на часы. А 24-го в 5 часов утра, когда уже полыхало вот здесь, на Луганске все, Луганская и Донецкая область, здесь полыхало все. И не надо кричать там о тысячах погибших. Мы этого не видим. Здесь тысячи раненых прибыли в ГОМИ. Кричат наши беглые и прочие. Ничего подобного. На сегодняшний день, за весь период, мы пролечили порядка 160-170 раненых. А это самое опасное направление. Это фейки. Их специально формируют. Никакой массовой гибели вооруженных сил России нет. Что, кстати, решение Путина и Шойгу, работать хирургически. Ни в коем случае, чтобы не пострадало гражданское население. Они не ведут ковровых бомбардировок. И в этом еще один смысл. Когда я разговаривал с Володей Зеленским, я ему сказал, когда он начал вот там в России и прочее. Я говорю, слушай, говорил Порошенко, я говорю тебе, война идет на твоей территории. И самая опасность состоит в том, что сейчас россияне действуют хирургически. Не секрет, что гибнут люди. Вот тут некоторые военные. Когда идет бой, батальон ведет бой. И командир, комбат видит, майор, подполковник или кто там еще, что гибнут ребята, его дети. Вы что думаете? Он на хирургию будет смотреть. Он со всех видов оружия снесет все то, откуда идет этот огонь. Поэтому я Зеленскому сказал, самое страшное, если россияне терпеть-терпеть будут, а потом перейдут, как американцы, типа ковровым бомбардировкам, когда будет уничтожаться все. Вот ты не успеешь даже с Украины сбежать. И в этом сегодня суть этого конфликта. Надо дать должное россияне, проводят операцию, но еще хирургически. Поэтому наше участие в этой операции, я уже сказал, и Зеленскому сказал, он меня, правда, в этом упрекнул. Ты принимаешь раненых, я принимал и буду принимать. Мы их лечим, спасаем. Министр здравоохранения каждое утро мне докладывает о том, что там происходит. Он военный медик у нас, да, Владимир Степанович? Военный медик, он, когда начинает разговаривать, я его тут допрашиваю, он такие вещи выкладывает. Слава Богу. Поэтому мы лечим и будем лечить этих ребят. В Гомеле, в Мозере и, по-моему, в каком-то районном центре. Когда они к нам поступают. Что здесь не так? Всегда в любой войне спасали раненых. Мы помогаем. И прикрываем свои границы в этом направлении, но уже не личным составом Российской Федерации. А вертолеты, нескольких самолетов Барановича, Комели и Луменцы. И они будут здесь находиться, пока я не скажу президенту России, что они мне не надо. Пока я не выставлю здесь батальонные тактические группы еще пять, чтобы прикрыть это направление. Поэтому на этой границе у нас, у генерала Лакова, пограничные отрады и маневрные группы, так? Твои пограничники. Чуть выше, в глубине его взаимодействия с пограничниками действуют пять батальонных тактических групп наших. И плюс пять будут развернуты в ближайшее время. Я не ошибся. Полная вам закрытая секретная информация. Поэтому не надо орать и кричать, что мы с Витязьми, скорее, откуда-то будем входить в Украину. Это не наша задача. Я еще прошу Путина, чтобы он нам помог. В чем? Мы должны пропустить западное направление. Помните, когда я говорил, что мы не позволим стрелять русским в спину? Я имел в виду вот это. Мы получили накануне конфликта, а потом эта информация подтвердилась, и мы это видели. Мы это видели открыто, что я перебрасываю с вот этот синий цвет. Вот посмотрите перед границей. Здесь же расположены дивидии батальоны в Литве и в Польше, в вооруженных сил Польши и Литвы. Мы видим, что они делают. Они стягивают туда вооружение и личный состав. И там у меня непосредственно на линии границы, опять же, ЛАПО подразделения, пограничные посты и маневренные группы. Да, взаимодействие с милицией, отдельными военными, что осталось после этих беженцев. Но это недостаточно. Поэтому вновь принято решение закрыть эту границу и ни в коем случае не допустить вторжения со стороны натовских войск на территорию Беларуси. И даже проведение с их стороны на нашей территории малейших операций. Потому что Кораник там будет референдумом заниматься, ворвутся несколько групп, террористические акты осуществлять для того, чтобы население возбудить. И что потом? Поэтому одевай военную форму и занимайся здесь. Вместе с помощником военным, вместе с Шуренком и там тоже еще один военный. Не расслабляйтесь, садитесь, не надо отчетовывать. Вот наше участие в этой операции. Мы закрываем эту границу. Когда мы расставили здесь все системы противовоздушной обороны, я не называю точки, они, наверное, не секретные для натовцев, они все видят. С-300ПС, Тор-М-2, которые мы новые закупили, в других местах, Панцер-С, которые мы покупаем, а сегодня остались от России. Мы концентрируем здесь войска, чтобы закрыть эту границу. Здесь я сказал, как будем прикрывать. Нам оказалось недостаточно военной техники. Личные состава нам будет достаточно техники. Я обратился к Путину, чтобы нам, кроме С-400, который находится в Гомельской области, был поставлен С-400, который будет находиться чуть западнее Минска. Для того, чтобы не только Минск прикрыть. С-400 Триумф, по-моему, 600 километров он видит, да? Да, если он стоит на 600, поражение на 400. Поражение на 400, видит на 600. Это хорошее оружие. Очень хорошее. Поэтому мы ждем сюда поставок. А также другой техники, которая нам необходима для того, чтобы закрыть здесь. Вот наше участие будущее в этой операции, что мы делаем и сейчас. Но еще раз повторяю. Я не вывел ни одну часть из мест постоянной дислокации. Ни одну часть вооруженных сил. Они готовы. Все готово. И если нужна мобилизация, мы выверли все списки. В течение двух-трех суток мы отмобилизуем по полному военному времени все подразделения, которые нужно будет отмобилизовать. Но еще раз хочу повторить. Если мы хотим сохранить свою страну в этот острый период, мы должны заниматься каждым своим делом. Ничего больше от вас не надо. Я занимаюсь своим делом. Вы это видите каждый день. Правительству поручено и Национальному банку только одно. Одним экономика, вторым финансы. Все должно в этот, Павел Владимирович, время сконцентрировано в правительстве. В правительстве. Поэтому вместе с правительством принимайте все решения. Сегодня не до того, что мы независимое правительство, Национальный банк независимый. Президент пусть принимает решения. Собирайтесь и принимайте все экономические решения. Выверенное, разумное, на перспективу. Если видите обострение ситуации в экономике, в финансах, принимайте решение. Золотовалютных резервов у нас достаточно. Если кто-то ошалел и бегает за курсом рубля, ну это их право. Мы же выбрали такую экономику. Поэтому принимайте нормальное решение. Прекратите играться в эту вакханалию рыночную. В противном случае, ответите по законам военного времени, уважаемые друзья. Вы видели результат референдума. Это же не шутка. Даже те, кто не хотели менять ситуацию в стране, нас поддержали. Люди чувствуют лучше, чем мы с вами, что происходит. И это нам сигнал. Это прежде всего мне сигнал. Действуй. Предложил, мы тебя поддержали. Действуй. Поэтому я убедительно всех прошу вас. Черезвычайственно, ну никакой сейчас. Обострение, ну никакого. Сейте, убирайте, со временем придет время. Женитесь, выходите замуж, рожайте детей. Кушайте, выпивайте, но в меру, чтобы голову не потеряли. Живите обычной жизнью. Когда нужно будет, я вас позову. Мы пока с военными контролируем ситуацию. Это наше дело святое. Против нас развернута война. И эта война еще хуже, чем в Гарате. Вы понимаете, в Гарате и войне, да, тяжело. Гибнут люди, но там все понятно. Ты и враг. А здесь гибридная война в средствах массовой информации, в экономике, в финансах. И вы посмотрите, еще один факт. Мы тут выпендриваемся, чтобы что-то как-то сделать для того, чтобы эта война была остановлена. И это не моя заслуга, скажу вам откровенно. Это заслуга Путина. Он бы мог махнуть на эти переговоры и сказать, да пошли они в очередной же раз это. Он не отмахнулся. Давай попробуем еще раз. Он идет на переговоры. Это его заслуга. И, конечно, заслуга президента Зеленского. Я не ожидал, что он согласится. Вот тут я им должен отдать должное. И когда я вчера разговаривал с Ардаганом поздно вечером, мы много времени посвятили переговоры там, мир, мир и прочее. Я ему говорю, Реже, ты дружишь с Путиным, в обнимку с Зеленским. Чего ты мне звонишь, чтобы я им звонил? Для меня важны эти переговоры, как стартовая площадка для встречи двух президентов. Украины и России. Вот надо сделать все. Ардаган мне говорит, чтобы встретились Зеленские с Путиным. Я говорю, о чем они будут говорить? Давай будем быстрее двигаться вот в переговорах этих делегаций. И когда будет определен вопрос демилитаризации. Второй вопрос деноцификация. И вот когда по этим вопросам наметится прогресс, я уверен, сядут два президента, как я всегда говорю, кадила возьмут и подпишут эти соглашения. Я уже по-народному вам говорю, из чего я исхожу. И слава Богу, процесс этот пошел. Главное его не сорвать. Будем видеть, очень мощные силы желают сорвать этот процесс. И дай Бог, чтобы Зеленский удержался. Чтобы он удержался, его команда, и не скатился к слому переговорного процесса, который начался. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!